Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 . 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 Также в синоназальном тракте развиваются и имеют совершенно другой патогенез, разумеется, и характеризуются высокой потенцией к инфильтративному росту, местно-деструктивному росту и локальному рецидивированию. Но каноническим примером ВПЧ-ассоциированных к арциному данной локализации является опухоли орофарингеальной зоны, заболеваемость которыми в развивающихся и развитых странах последние годы неуклонно растет. За последние несколько десятилетий она удвоилась, а то и утроилась. И в некоторых развитых странах доля HPV-позитивных плоскоклеточных раков этой локации достигает 70%. И это две совершенно разные группы с точки зрения предикторов, с точки зрения патогенеза, клиник эпидемиологических характеристик и факторов риска. Безусловно, для HPV-позитивных к арциному отмечается гораздо более молодая реализация этих образований, ассоциация с сексуальным поведением. И, к сожалению, часто эти опухоли манифестируют и впервые диагностируются на этапе метастазирования в локорегионарные лимфатические узлы шеи. И первичный эффект может быть минимален или оккультен и не выявляться даже при обследовании миндалин. Но при этом вы видите, что данные о выживаемости свидетельствуют о более благоприятном течении данного вида заболевания, данных плоскоклеточных раков и обсуждаются вопросы относительно потенции к деэскалации терапии при соответствующих типах. Что касается прекурсоров, то здесь ситуация исключительная, которую мы не встречаем в других локациях, не описана карциномой инситу для крипт-миндалин. Потому что изменения, которые имеют соответствующие морфологические черты в миндалине, эквивалентны по своему клиническому течению инвазивному раку. Поэтому на сегодняшний день, когда мы обнаруживаем якобы интерэпителиальные изменения в донных отделах крипт, экспрессирующие блок type HPV или P16, мы говорим о том, что это неороговевающий HPV ассоциированный плоскоклеточный рак миндалины. Это связано опять же с анатомическим строением эпителия в этой зоне, вот этой перфорированной базальной мембраны, которая не просто позволяет мигрировать лимфоидным клеткам через эпителиальный пласт, но и с другой стороны облегчает инвазию и раннее развитие лимфогенных метастазов. Другим примером вирус, ассоциированных к карциному, являются и BV-позитивные. Это, собственно, карциномы назофарингеальной области, и это один из самых частых вариантов ассоциации с вирусами для этой локации. Возможно встретить в назофарингеальной области и HPV-ассоциированный плоскоклеточный рак с соответствующими морфологическими чертами. Как правило, это вне эндемических зон по Эпштейн-барвирусной инфекции, которая вызывает стандартные BV-позитивные карциномы этой локации. Что касается плоскоклеточного рака в гортаноглотке, то на сегодняшний день конвенциональные карциномы в 4-15% случаев ассоциированы с HPV-инфекцией, но, к сожалению, в этой локализации они не имеют морфологических черт, которые бы позволили отличить конвенциональный вирус-неассоциированный рак от вирус-ассоциированный карциномы. То есть вероятность встретить ороговевающие и разной степени дифференцировки рак вне зависимости от ассоциации с вирусом здесь примерно одинаково. И более того, здесь есть такая ошибка иногда, которую патологи совершают, потому что HPV не ассоциированный карциномы, ороговевающие способны гиперэкспрессировать P16 без отсутствия вируса. За счет других механизмов аккумуляции P16 внутриклеточной это может иногда приводить к неадекватной интерпретации результатов ИГХ-исследования и трактовке их в пользу ассоциации с вирусом. Это нелегитимно и нужно помнить о том, что для гортаноглотки P16 по большому счету не является маркером, позволяющим оценить наличие либо отсутствие ассоциации с этой инфекцией. И по большому счету не должен выполняться, потому что это также не влияет на прогноз. Если мы видим конвенциональную аденокарциному, даже при наличии ассоциации с вирусом она характеризуется примерно тем же стилем течения. Кроме того, описан целый ряд морфологических вариантов для плоскоклеточных раков гортаноглотки. И, казалось бы, базолоидные карциномы могли бы быть ассоциированы с HPV, потому что в других отделах головы и шеи мы встречаемся с такой морфологией. Но, тем не менее, для рака гортани все гистологические варианты, как базолоидные, вирукозные, так и веретиноклеточные, с HPV не ассоциированы. Что касается веретиноклеточных карцином, то они, как правило, вне зависимости от локации, ассоциированы с высоким уровнем мутационной нагрузки. Как правило, это все-таки для гортани опухоли, которые ассоциированы с длительным стажем курения, и они характеризуются очень агрессивным течением. Есть данные о том, что популярные плоскоклеточные карциномы в других отделах головы и шеи могут быть ассоциированы с HPV, но для гортаноглотки также нет таких данных. И общей чертой плоскоклеточных раков, которые имеют связь с данной инфекцией, является выраженная адаптивная иммунная реакция на эту опухоль, что связано как с ее происхождением, так и с ее механизмами ускользания от иммунологического надзора. И это приводит к частой гиперэкспрессии PD-L1 в вирусо-ассоциированных карциномах разных отделов головы и шеи. Это может быть эффективным терапевтическим маркером. И более того, вы видите, что эффективность иммунотерапии ассоциирована с уровнем экспрессии PD-L1. Уровень экспрессии PD-L1 ассоциирован вообще в принципе с вирус, связанным с карциногенезом, вне зависимости от того, это вирус папилломы человека или вирус обштейнобара. Поэтому, конечно, эта опция может рассматриваться для пациентов, страдающих карциномами головы и шеи. Если же с точки зрения морфолога обобщить эти данные, то можно говорить, что для вирусо-ассоциированных HPV, ассоциированных плоскоклеточных раков, мы наблюдаем часто базолоидные черты, отсутствие роговения, либо очень редко мы встречаем роговение, оно, как правило, фокальное, либо невыраженное. Это часто кистозные метастазы в локорегионарных лимфатических узлах. Выраженная лимфоидная инфильтрация стромы и другие проявления адаптивного иммунитета. Для HPV-ассоциированных карцином на сегодняшний день не рекомендуется использовать грейдинг, потому что при вот такой агрессивной морфологии, низкодифференцированной морфологии, эти опухоли все-таки отличаются более благоприятным течением, чем конвенциональный вирус неассоциированный плоскоклеточные карциномы. Но, безусловно, течение заболевания зависит, конечно, от конкретной локализации опухоли, а также наличие других сопутствующих факторов риска или факторов, которые повлияли на развитие заболевания. Спасибо за внимание.